This conference will now be recorded. Сегодня в нашей программе выступление трех компаний-работодателей, достаточно крупные предприятия, то есть есть определенная специфика, где мы с вами сможем именно проанализировать, какие есть вакансии в крупных предприятиях сейчас, на производственных предприятиях и как-то в этой сфере сориентироваться. Сначала я вам расскажу кратко о нашем учебном центре «Специалист» и затем дам слово спикерам. Итак, на рынке образовательных услуг мы уже 29 лет. Недавно у нас был день рождения у учебного центра «Специалист». За это время мы обучили более 1 миллиона человек и на практике заслужили звание ведущего компьютерного учебного центра России. с высоким качеством уровня образования, сервиса, организации учебного процесса. Хочу заметить, что наши преподаватели – это эксперты практики, которые интересуются своей профессией как с теоретической стороны, так и с практической. На данном слайде представлены наши ключевые преимущества. И хочу заметить, что учебный центр «Специалист» гарантирует вам стопроцентное качество образования. Мы этого добились за счет сочетания уникальной бауманской методики преподавания и современных технологий проведения обучения. И также практика ориентированного подхода. Интересно, сколько у нас человек, которые с нами учились в нашем учебном центре. Поставьте плюсики в чат. Хочу заметить одну интересную тенденцию рынка труда в настоящее время. Работодателю сейчас не интересны специалисты с теоретическими знаниями. Сейчас ценится именно умение применять ваши знания на практике и выполнять реальные рабочие задачи. И мы знаем эту тенденцию, разрабатываем специально для вас программы обучения с учетом этих требований. Постоянно мониторим и на связи с работодателями. И наши курсы – это практика ориентированная. И сейчас нет смысла просто получать диплом, нужно уметь применять свои знания на практике. То есть и теория, и навык у вас должны быть. И мы работники учебного центра «Специалист», за долгое время практики знаем, как важно начинающих специалистов поддержать на их старте в профессии. И поэтому мы разработали для вас такую программу трудоустройства, которая включает ряд мероприятий, о которых я сейчас расскажу. То есть первое – это реальные кейсы от работодателей, которые вы делаете, когда проходите обучение. Следующий этап на таком карьерном пути вашем, на котором мы можем вас поддержать. Это наш курс бесплатный сейчас для всех. Называется «Успешный поиск работы в период кризиса и карантина». Его проводит наш преподаватель Ольга Юрьевна Светлышева. Каждые две недели проходит живой вебинар, где вы в течение 8 часов разбираете, как составить резюме, как составить сопроводительное, как проходить собеседование, что важно для работодателя. Проходят такие живоинтерактивные игры. И по отзывам слушателей Ольги Юрьевны многим этот семинар помог найти работу. На него можно записаться. Если вы отсканируете QR-код, то попадете на страницу нашего сайта, где можно записаться. Либо перейти по ссылке. Ссылку я отправлю в чат чуть позже. Следующий этап нашей программы трудоустройства – это такие бесплатные консультации для тех людей, которые обучились у нас за свой счет. Их провожу я. Может быть, кто-то из вас как раз после карьерной консультации прошел курс Ольги Юрьевны или со мной уже пообщался. Думаю, здесь такие есть. Я вижу вопрос, будет ли запись. Да, запись будет. Обязательно все записи мы выкладываем на YouTube и также в вашем личном кабинете появятся. Итак, после курса Ольги Юрьевны, когда вы составили резюме, мы с вами можем встретиться. И по предварительной записи можете написать мне либо на почту, либо перейти по QR-коду и заполнить форму. Я обязательно вас запишу на консультацию. Мы с вами уже индивидуально посмотрим ваше резюме. И я дам вам определенные советы по тому, как его улучшить. И как-то можно будет подготовиться уже индивидуально к собеседованию. Пару слов хочу сказать о тех вакансиях, которые мы представляем в наших каналах. У нас есть Telegram-канал, группа ВКонтакте и Фейсбуке. Также эти все вакансии представлены у нас на сайте в разделе трудоустройства. Откуда мы берем эти вакансии? Дело в том, что в нашем учебном центре учатся не только слушатели физические лица, а также и представители компаний-работодателей. И с какими-то работодателями мы сотрудничаем довольно долго. Они уже убедились на практике, что мы качественно готовим специалистов. И они готовы брать к себе на работу наших выпускников. И то, что вы являетесь выпускником центра, будет, несомненно, вашим преимуществом. Так, мне пишут, что у меня звук пропадает. Подскажите, пожалуйста, как меня слышно? Ага, спасибо. Со звуком окей. Спасибо огромное. Соответственно, в этих каналах мы публикуем те вакансии от работодателей, наших партнеров. И рекомендую вам присоединиться. Тоже можно сейчас либо отсканировать QR-код, либо я... Либо также эти группы, да, есть все все на странице трудоустройства нашего учебного центра. Ну что, сейчас я предлагаю перейти далее, если есть вопросы, сейчас можно их задать. И далее передам слово Светлане Завьяловой, которая вам презентует нашу компанию уже с точки зрения... С точки зрения... Так, сейчас, секундочку, переключу. Того, что мы учебный центр, но мы также являемся и работодателем. И принимаем к себе на работу сотрудников и тоже постоянно в поиске лучших кадров. Светлана. Добрый день. Оля, как меня слышно? Да, замечательно слышно. Хорошо, да, потому что не проверяли с тобой звук. Друзья, я всех приветствую. Очень рада, что вы к нам смогли подключиться. Вот. Очень приятно, да, прям с удовольствием с вами пообщаться. Если у вас будут в конце какие-то вопросы. Светлана Завьялова. То есть, да, я представлюсь. Учебный центр специалист. В том числе в нашем учебном центре я и занимаюсь подбором кадров в нашу компанию. Ну, с чего хотелось бы начать? Хотелось бы начать с пониманием работы. Что работа является для каждого для нас. Это огромная часть нашей жизни. Что если, когда мы будем заниматься каким-то нелюбимым делом, что если мы постоянно, просыпаясь утром, мы будем думать о том, что мы выбрали не ту работу, сделали какой-то неверный выбор, что нужно было как-то прислушиваться к себе изначально, рискнуть в какой-то момент или просто бросить то занятие, которое нам не нравится, не по душе, то мы не можем назвать такой жизнью счастливой. То есть нам что хочется? Хочется, чтобы мы пришли на работу и радовались каждому дню, когда мы находимся на этой работе. Любимая профессия, она может в нашу жизнь принести намного больше, чем мы себе даже сейчас можем представить. Добиваться каких-то побед, развиваться в этом деле. Вот то, что, на мой взгляд, требует наша душа. Кто мы такие? Мы учебный центр специалист. То есть я говорю уже от лица работодателя. Мы ищем сотрудников. Я хочу к нам в команду классных кадров, чтобы у нас был великолепный штат, чтобы у нас был интересный коллектив. Учебный центр специалист. Это ведущий учебный центр России с высочайшим уровнем качества обучения, сервиса, организации учебного процесса. Это крупнейший российский авторизованный центр ведущих IT-компаний. Это то место, где работаю я, где, я надеюсь, будете работать вы вместе с нами. Это учебный центр номер один на рынке IT-образования. В течение 15 лет единственный в России авторизованный Adobe образовательный центр. Мы четыре раза признавались лучшим учебным центром России в Центральной Восточной Европе, авторизованным Microsoft. Олечка, давай следующий слайд. Наша команда. Вот вы сейчас даже сможете увидеть наших дорогих коллег. Это действительно фотографии из реальной жизни. Это наша команда. У нас более 350 человек. Это наш штат и сотрудники. Это наши преподаватели любимые. На фотографиях они тоже, кстати, есть. У нас действительно очень сплоченный коллектив, который нацелен на развитие, для которого наше руководство создает все условия. Творческий и профессиональный рост. Естественно, без этого никуда. Настанчество с первого дня работы. То есть мы не просто запускаем нового сотрудника и говорим, что вот это твое рабочее место, пожалуйста, будь добр и проявляй себя. Нет. Мы следим за успехами этого сотрудника, пока он уже не будет очень уверенно чувствовать себя на своем рабочем месте. То есть назначается какой-то куратор, и происходит такое плавное вливание уже в сам рабочий процесс. И, естественно, это шикарная возможность, когда есть возможность бесплатно учиться на наших курсах. Я говорю не только о тех курсах, которые пригодятся вам в работе именно на том месте, куда вы будете определены. То есть то место, на которое вы к нам придете. Это также еще курсы для души. Ну, нравится вам, не знаю, фотошоп? Ну, почему бы и нет? Мы действительно стараемся все-таки заботиться о наших сотрудниках, повышать их какой-то духовный настрой, мотивировать каждый раз. Наша команда – это действительно наша самая большая ценность и предмет нашей особой гордости. Я не просто так об этом написала. Мы любим очень инициативных людей. Мы радуемся, когда у наших сотрудников идет карьера в гору. Мы действительно, скажем так, переживаемся, переживаем командно за каждого человека, который как-то себя проявляет. Оль, давай следующий слайд. Какие преимущества? То есть то, что мы предлагаем нашим будущим коллегам – это, естественно, работа в самом крупнейшем центре России, Центре компьютерного обучения специалистов. Это офис. Мы находимся недалеко от метро Бауманская. И остальные учебные комплексы, они тоже находятся в шаговой доступности от метро. Если мы говорим про наш основной офис – это метро Бауманская плюс метро Бауманская. Еще два комплекса имеют, тоже находятся недалеко от метро. Это, скажем, минут 10 и 15 в разные стороны. Метро Таганская, там другой учебный комплекс – Белорусско-Савеловская. И у нас еще метро Таганская, Белорусско-Савеловская и метро Бауманская. Вроде бы все назвала. Да, все. У нас что? У нас, естественно, белая зарплата. То есть, да, это однозначно все проходит официально, все открыто, все. Человек, наш сотрудник, коллега все это будет видеть. Квартальные премии. Каждый квартал такой бонус, такое поощрение за работу, за инициативность, за успехи. Сотрудники у нас получают социальный пакет. Шикарный социальный пакет. Очень просто многим нравится. Я очень часто слышала отзывы о том, что будет ли у нас следующий год. Конечно, будет. Это ДМС, это фитнес. То есть, выбираете сами фитнес-зал, в который вы хотите записаться. Покупаете абонемент. И, соответственно, компания вам это все, в принципе, возмещает. Это возможность, как я уже говорила, творческой самореализации в команде единомышленников. Потому что у одного идея, второй ее подхватывает, третий что-то тоже доделывает. И вот таким образом командная работа, то есть итог какой-то шикарный проект. Сама в этом участвовала и вижу постоянно такую от своих коллег, вот когда захожу к ним в гости, что-то с ними обсуждаем. Это нестандартные какие-то интересные задачи по самим проектам. Это коллектив интеллигентных людей, профессионалов в своей области. Могу честно сказать, не только мы учим, но и мы сами многому учимся от сотрудников, которые вот к нам приходят, да, которые высказывают какие-то свои идеи, какие-то вносят свои предложения. Скажем так, новая волна, свежий взгляд. Возможность профессионально расти, развиваться. Это тоже действительно есть, потому что когда сотрудник проходит уже первый этап, он уже начинает сам расти, он уже понимает, что ему не хватает возможности реализоваться на том месте, где он находится. И он уже хочет все-таки подняться выше, чтобы проявить себя. Мы такие возможности с удовольствием предлагаем, помогаем ему встать на эту позицию, поддерживаем. И дальше уже человек уже сам начинает показывать своим примером другим коллегам, как можно, в принципе, подняться по карьерной лестнице. Устройство по ТК РФ – это естественно. И уникальная возможность применить свой опыт и напрямую повлиять на конечный результат. То есть если какая-то идея, никто вам не запрещает отстоять свою точку зрения. Если вы видите, что это будет лучше, а почему и нет. Какие наши вакансии есть? Вот я написала, да, те вакансии, которые у нас на данный момент актуальны. Ознакомиться с данными позициями вы можете на HeadHunter. Они у нас там есть, там полное описание, уровень заработной платы, что мы хотим, требования к кандидатам и так далее. Также можно посмотреть, вакансия описания есть у нас на сайте специалист.ру. Или если вы видите, что вы уже имеете опыт в какой-либо, да, вот из обозначенных вакансий, у вас уже готово составлено резюме, или вы хотите попробовать себя, да, вот на этом месте, то я указала внизу свой почтовый ящик, персонал собак и специалист.ру. Вы можете смело отправлять туда, то есть каким-то, например, сопроводительным письмом, почему вы решили выбрать именно эту вакансию, почему вы видите себя именно там, опыт у вас есть или просто заинтересовала вакансия. Вот, и мы тогда с удовольствием с вами пообщаемся, я подключу свою команду, и то есть ни одно отправленное резюме не останется неотвеченным. Так, дальше, дальше, Оля, давай. Ну, и немножечко, да, в заключение своей речи, вот что хотелось бы добавить, что, да, действительно, мы всегда открыты для активных и нацеленных на результат людей. Если вы привыкли просто, наверное, работать, да, и, наверное, скучная работа, скажем так, это не для нас. Постоянно что-то приходится придумывать, постоянно приходится, наверное, общаться со своими коллегами, поэтому я не один раз сказала, что команда для нас – это очень важный показатель. Если вы действительно хотите работать в офигительной команде, если вы хотите предлагать какие-то свои идеи, да, что-то, свои мысли в таком большом монстре, как специалист, то, пожалуйста, вам к нам. С удовольствием ждем вас, присылайте ваше резюме, пообщаемся, да, то мы, как я уже говорила, не только мы будем вас учить, обучать, но и все-таки я надеюсь на то, что мы тоже чему-то от вас научимся. Светлана, спасибо большое. Да, вопросы, вопросы. Да, уважаемые слушатели, пишите вопросы в чат, пока вы пишете, можно? Светлана, я задам пару вопросов. Да, конечно, конечно. Можете осветить, ну, буквально несколько слов рассказать о том, как у вас происходит, как происходит трудоустройство, то есть какие есть особенности. Есть ли тестовое задание? Да, у нас есть тестовое задание, но в зависимости от того, куда кандидат у нас идет. Это не многоходовочка, не многоступенчатое задание, оно всего одно, а в зависимости от направления. То есть, например, если мы говорим о вакансии экономиста, да, то там есть определенное свое задание, например, где мы его смотрим, как человек умеет работать с таблицами, проверяем знания Excel, потому что они в дальнейшем в работе приходятся, понадобятся. Дается какой-то, например, пример, ставится задача и говорит, ну, пожалуйста, покажите, да, вот у вас есть какое-то задание, как вы будете с этим справляться. И мы смотрим, как человек, да, как он мыслит, что он делает, и заодно, соответственно, мы видим, насколько знаком ему Excel. Ну, просто, например, без этих знаний дальнейшая работа будет складываться не так оперативно, как хотелось бы. Можно я еще задам вопрос? А если у вас есть несколько кандидатов, и они показывают одинаковый уровень знаний Excel в этом задании, то кому вы отдадите предпочтение? Первое, на что я обращаю внимание, если у меня, например, ну, похоже, скажем так, резюме, да, первое, на что я обращаю внимание, это учился ли данный человек в нашем учебном центре, зная, и уже не первый год, зная наших преподавателей, зная уровень их подачи материала и как они обучают наших слушателей, у меня к ним действительно полное доверие. Поэтому если я вижу, что в резюме сотрудник, то есть человек указал, да, кандидат указал курсы, которые он проходил в нашем учебном центре, то в этом случае, естественно, его резюме я буду рассматривать в первую очередь, потому что те знания, то есть они уже изначально будут подтверждены, то есть у меня есть доверие этим знаниям, и я понимаю, что то, что указал кандидат, он этими знаниями, в принципе, обладает. То есть я это резюме буду рассматривать сверху и общаться буду с человеком, именно с этим человеком первым. То есть вот такая моя оценка. Потом уже все остальные параметры, да, которые мы уже сравниваем по резюме, это уже опыт, это уже, наверное, стаж работы, если требуется по данной вакансии и так далее. У нас есть вопросы в чате. Будут ли у нас вакансии джуниор фронт-энд-разработчик? Так, вот я знаю, что касается фронт-энд-разработчик. У нас уже есть кандидат, и он у нас уже прошел финал собеседований и уже получил одобрение. Пока на данном этапе эта вакансия закрыта. Вот буквально с сегодняшнего дня мы ее уже закрыли. Вот, ну, не знаю, что будет дальше. То есть тут уже зависит от кандидата. Как он будет себя проявлять, как он будет показывать, да, если все сложится успешно, вот, если мы понравимся изнутри данному кандидату, если он действительно проявит тоже интерес к работе, как он проявлял при прохождении собеседования, то у нас все срастется. Вот, если не получится, вот, ну, соответственно, тогда вакансия откроется. То есть пока загадывать не буду. Я, когда анализировала сегодня тех людей, которые записались к нам на день карьеры, я увидела, что очень много записало специалистов IT. Это, Дмитрий, я для вас немножко комментирую по данной вакансии. И хочу вам сказать, что день карьеры мы сейчас, сегодня у нас он такой общий по всем направлениям, но непосредственно для специалистов в IT-сфере у нас, он запланирован на 16 декабря. Можно пройти на нашу страничку трудоустройства и записаться. Уже сейчас там запись открыта. Трудоустройство, день карьеры. Вкладочка с правой стороны. Соответственно, там будет много вакансий для джунов в том числе. Так, еще вопросы из чата. На каком уровне Excel, исходя из курсов, специалисты? Так, смотрите. Если мы говорим, в зависимости от того, какой вакансии мы говорим. Если мы, например, тут у нас была открыта вакансия методист в учебном отделе. В этом случае там требуется Excel буквально на первом уровне. То есть это знание, ну, хотя бы, да что-то такое ячейки, знание, что можно какую-то таблицу сделать в Excel, составить элементарную сводную таблицу. То есть это первый уровень. Если мы говорим про вакансию экономиста, там уже требуется, насколько я помню, второй, как бы не третий уровень. Вот. Но по такому вопросу я могу уточнить, именно по заданию в Excel, то есть там уже требуется высший уровень, потому что там требуется и знание формул, и их применение, составление. Экономисту без этого никак. Поэтому там уже более такой жесткий подход. То есть первого уровня там будет недостаточно. Ну да, все зависит от вакансии. От направления, конечно. Так, еще вопрос. Будут ли у нас вакансии для 3D-артистов, 3D-дизайнеров, да? У нас есть направление... Ну, у нас периодически открываются эти вакансии, но, по-моему, по 3D, да, Светлана, не было у нас таких? По 3D не было. Была в свое время у нас вакансия размещена просто дизайнер в наш рекламный отдел, но она уже закрыта. Вот. Нашли прекрасную девушку на эту должность. Великолепный человек. Ее идеи приводят меня в восторг. Вот, честно скажу, давно у нас таких не было. Вот поэтому, дай бог, чтобы она с нами дальше работала, да, много-много лет. Вот, пока вакансии закрыты. А что касается именно 3D, ну, у нас пока в планах такого нет. Николай спрашивает, будут ли у вас вакансии не в IT-области? Николай, вы имеете в виду вакансии в учебном центре специалист или про дни карьеры вы спрашиваете? Уточните, пожалуйста. Если на первый вопрос отвечать, Светлана, можете к центре специалист. Так, не в IT. Оля, верни, пожалуйста, мой предыдущий слайд, там, где у меня были указаны вакансии. У нас там, почему вы решили, что там вакансии в IT? В IT-области. Менеджер по работе с клиентами в учебный центр. Мы, в принципе, IT-компания. Оно, например, менеджер, он должен знать наше направление. Да, то есть менеджер тот, который рассказывает, какие курсы у нас есть, подойдут ли вам данные курсы, либо не подойдут, составляет вам расписание, обучение, рассказывает о наших преподавателях. Мы отбираем человека, который может и не обладать IT-знаниями, но он должен обладать логикой, умением построить беседу. Он может оперативно посмотреть описание данного курса, грамотно подобрать расписание занятий для вас. То есть, так, есть ли у нас ограничения по возрасту? Нет, нет, таких ограничений у нас нет. В принципе, мы берем даже тех людей, которые еще обучаются, то есть не закончили высшее образование, и мы берем людей довольно-таки высокого, скажем так, возраста. У нас тоже для них были вакансии, может быть, несколько месяцев тому назад была у нас открыта вакансия, менеджер по качеству. Мы взяли женщину довольно-таки приличного возраста, но, тем не менее, она работает у нас уже много месяцев, даже, по-моему, больше года. У нее свой определенный график работы, потому что мы работаем тоже и до вечера, мы составили под нее график работы, и, соответственно, она у нас в каждом комплексе выполняет какую-то свою определенную функцию. Это менеджер по качеству. А чем отличаются экономисты от экономиста учебного центра? На экономисте просто возложено больше, наверное, функций. То есть это идет обхват полностью и преподавателей, наверное, по некоторым группам, и сотрудники офисные учебные комплексы. Экономист учебного отдела – это сотрудник, который занимается чисто преподавателями. То есть группа преподавателей – это вот узкая такая область. Сотрудники офисные, сотрудники учебных комплексов туда не входят. Поэтому он у нас не находится в учебном отделе, потому что там чисто команда, которая работает с преподавателями. Это качество обучения, это составление расписания, это контроль по группам, чтобы все было просто высшего качества. Это введение наших преподавателей по оплате, по всему тому, что преподаватели делают для наших слушателей. Так, и какие требования к должности секретаря в учебный центр, какие основные должностные обязанности. Друзья, я бы на данном этапе, Елена, просто немножко мы уже по времени не укладываемся, я бы вас направила на сайт хх.ру, где есть описание вакансии, соответственно, есть требования. Светлана, хочу вас поблагодарить за прекрасную презентацию и будем переходить к следующему работодателю. Да, всем спасибо огромное, спасибо за вопросы. Пишите, адрес вот указан. Всем хорошего вечера, до свидания. Если нужна будет ссылка на нашу компанию на HeadHunter, пожалуйста, пишите мне на почту, либо Светлане, мы вам с удовольствием вышли. И следующий у нас спикер – это Полина Шмелева, группа компании Puratos. Полина. Да, здравствуйте, я с вами. Включила звук, камеру, скажите, пожалуйста, вы слышали меня? Да, слышно, все хорошо. Отлично. Дорогой здесь. Счастливо, очень страшно. Уважаемые слушатели, всем добрый вечер. Меня зовут Полина Шмелева. Я являюсь бизнес-партнерным персоналом в компании Puratos. Про направления и проекты, которые я вам сегодня расскажу. В рамках своей роли я отвечаю за разные направления в сфере персонала. Это и рекрутмент, то есть подбор персонала, адаптация новых сотрудников, обучение сотрудников, развитие внутри компании. Это и артитет к учебу. Следующий слайд. Если говорить про компанию Puratos, это международная группа, прилагающая широкий ассортимент инфляционных продуктов для хлебопекарной, кондитерской и шоколадной промышленности. Несмотря на то, что все направления тесно связаны между собой, каждый из них требует специальных знаний и опыта, а также постоянных инвестиций в инновации. И компания Puratos позиционирует себя как высокоинфляционная компания. Сейчас у нас на слайде представлены большинство наших продуктов, которые мы производим. Пожалуйста, следующий слайд. Штаб-квартира группы Puratos расположена в Брюсселе, Бельгии, где компания была основана в 1919 году. У нас в этом году мы отмечаем юбилей, 100 лет нашей компании на глобальном рынке. Puratos по-прежнему является семейным бизнесом, несмотря на то, что это международная компания, что позволяет сохранять долгосрочную ориентацию и сосредоточиться на том, что, по нашему мнению, будет иметь значение в будущем. Продукции и услуги компании доступны более чем в 100 странах мира, и уже более 8000 сотрудников работают для удовлетворения потребностей клиентов по всему миру. Переключаю. Как я вам уже сказала, что Puratos это международная компания с обширной сетью представительств по всему миру. На карте вы можете посмотреть нашу представленность в разных странах. Розовеньким отмечен наш главной офис, который находится в Брюсселе, Бельгии. В большинстве случаев наша продукция производится локально одной из наших дочерних компаний. Мы имеем дочерние компании в 69 странах мира и в последствии будет крупных площадок в 14 странах. У нас работают уже более 500 технологов-демонстраторов, это такие ключевые позиции нашей компании, и уже около 400, даже больше разработчиков, менеджеров, разработчиков, исследователей трудятся в штате Puratos Group для того, чтобы помогать нашим клиентам разрабатывать продукцию будущего. Здравствуйте, следующий слайд. Несколько слов о представленности компании Puratos в России. У нас в этом году тоже мы отмечаем юбилей. В России компания была основана в 1995 году, у нас мы отмечаем 25 лет на рынке. Главное область находится в Подольске, Московской области. Здесь же находятся у нас две фабрики, они находятся недалеко друг от друга, просто они построены, открыты в разные периоды. В 2009 и вторая фабрика относится к инвестиционным в 2016 году. У нас есть помимо фабрика 7 филиалов в двух крупнейших городах России, которые я сейчас вам покажу в дворе. Также вот сейчас на картинке вы видите часть нашего инновационного центра, где у нас происходят инновационные дни, мероприятия, семинары, дегустации для клиентов, для наших партнеров, в том числе для сотрудников. Пожалуйста, следующий слайд. Евгений сейчас в чате интересуется, какая доля на Россию производства приходится. Вы имеете в виду по всему миру? У нас в России локальное производство, и у нас по всему миру, как вы уже видели, около 60 производственных площадок, и доля именно российского, в самом деле, в каждом регионе производится в том числе категории, о которых я вам отметила до этого, но российский бизнес, он, опять-таки, в нашем регионе имеет такое весомое значение. У нас, как я уже говорила до этого, есть 7 филиалов и один офис продаж в регионах, сейчас они представлены на слайде. Это крупные города, миллионики нашей страны, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Казань, Болгоград, Самара, и в Египетии в Египетербурге у нас офис продаж, не филиал. Пожалуйста, следующий слайд. Цены были, безусловно, образованы и открыты в разные периоды на представленности в России. Помимо офисов для филиалов, у нас есть еще отдельно инновационные центры. Это наше такое инновационное решение, это такая лаборатория, можно сказать, в которой происходит и разрабатываются новые решения, новые подходы для того, чтобы мы могли предлагать инновационные идеи для наших клиентов, и для наших партнеров, в том числе на картинках, видите, разные мероприятия. Мы проводим, мы приглашаем наших клиентов, партнеров со всей страны, даже из других стран, где мы показываем, где проводим, точнее, семинары и показываем наши новые продукты, наши новые проекты, где проводим дегустации по нашим текущим продуктам, по новым продуктам, наши технологии, своими руками, которые готовы, и, соответственно, рассказывают про все преимущества и про все необходимые разработки. Пожалуйста, следующий слайд. В компании «Пуратас» мы ценим наше партнерство с клиентами, поставщиками, нашими сотрудниками, вот почему наш способ и деньги действия основан на доверии. Доверие означает возможность полагаться друг на друга, быть уверенным, что другой готов, способен делать то, что не ожидает, при этом соблюдая общие правила. У нас есть таких шесть принципов совершенствование, согласие, взаимозависимость, единение, вдохновение, открытие талантов. И все, что мы делаем, как я уже отметила, основано на доверии. Спасибо большое, следующий слайд. Чтобы действовать сообща, у нас есть шесть таких путеводных огней, так как мы называем, путеводных огней, которые определяют наши ценности. У нас есть шесть ценностей. Командный дух, этика, удовольствие, этика, смелость, качество видения. И логотип «Ураторс» это выражение того, что означает наша компания и та ценность, которую приносят наши клиенты. Это образ единорога, логотипе, символы, этического поведения и смелости. Ну, сейчас, я вам рассказала несколько слов абсолютно вкратце про компанию, про наше направление. Безусловно, компания у нас, ну, компания у нас международная, у нас много разных проектов внутри компании, где сотрудники личностные, профессиональные, развиваются и применяют все свои навыки, знания и умения и участвуют как в наших локальных проектах, так и в международных проектах. В том числе, у нас много проектов по социальной ответственности. Мы открываем школы пекарей в странах с неблагополучным уровнем жизни, в таких странах, как Бразилия, Мексика. То есть мы самостоятельно открываем школы, даем людям, возможно, даем, во-первых, рабочие места и таким образом мы формируем такой кадровый резерв для дальнейшего развития. С точки зрения карьеры и возможностей, хочу, хотела бы отметить, что в первую очередь это производственная компания, мы являемся производственным бизнесом и у нас есть такие направления, по-английски это все я указала, R&D, отдел разработок инноваций, это одно из ключевых направлений, те менеджеры, те сотрудники, которые занимаются разработкой рецептур, разработкой новых концепций, новых решений для рынка в целом, отдел маркетинга, который занимается рекламными компаниями с клиентами, с нашими партнерами, наше позиционирование на рынке, отдел сейлс и продажи, которая взаимодействует с клиентами, проводит с ними переговоры, согласовывает определенные условия, также одно из направлений это технику адвайзера, у нас это по-английски, по-русски это технологии, демонстраторы, которые своими руками изготавливают потрясающие изделия в кондитерском, хлебном и шоколадном направлении и демонстрируют, это почему называется политический демонстратор, и демонстрируют это нашим клиентам, рассказывают всех преимуществах, всех особенностях наших продуктов, в том числе у нас есть направление продакшн, то есть это операционная функция, это производственная функция, как я вам сказала до этого, у нас есть две площадки производственные Подольске, у нас сотрудники производства, это операторы, это сотрудники склада, в том числе у нас есть отдел качества, мы применяем все международные практики, стандарты, мы заботимся о качестве нашего продукта и то, что мы производим. Также, помимо этого, у нас есть административные функции, сюда относятся и HR, и IT, и финансы, и офисные направления. Немножко здесь съехал слайд. С точки зрения наших ожиданий, мы здесь видели три критерия, которые для нас важны. Если мы говорим, опять-таки, про направления отдела развития бизнеса, таких как R&D, маркетинг, сейлс, технологии, для нас очень важно, чтобы у сотрудников было больше образования, в первую очередь пищевое образование. Все-таки мы работаем в пищевой индустрии, мы разрабатываем концепции. Здесь важно, чтобы, в том числе, даже если это менеджер по продажам, у него было понимание технологии и специфики нашего продукта. Безусловно, важен опыт работы в снижной сфере, ну и английский язык, он у нас используется достаточно регулярно. У нас все материалы, все презентации на английском языке, плюс мы очень часто общаемся и коммуницируем с нашими бельгийскими коллегами, мы, в том числе, с коллегами из других стран. Они приезжают к нам в наши конференции, на наши семинары, в том числе, и мы отправляем наших лучших сотрудников в Бельгии и в другие страны с точки зрения обмена опытом. Безусловно, в этом году у нас не было никаких поездок, у нас все проходит в формате онлайн, как у нас сейчас проходит с вами конференция, по видео, это видеоконференция, это переписка, поэтому английский язык, конечно же, для наших сотрудников очень важен. Что мы можем предложить как работодатели? Опять-таки, здесь мы тезисно отметили такие больше формальные моменты. В первую очередь, «Пратос» – это компания «Возможность», действительно, это возможность профессионального и карьерного развития в международном бизнесе, в международной структуре. У нас учение, глубокий подход к обучению, к развитию наших сотрудников, мы предлагаем разные программы, разные тренинги, как внутри нашей структуры, на локальном уровне, так и на международном, то есть, как я уже сказала до этого, мы лучших сотрудников представляем на обучение в головной офис, на тренинги, на различные семинары. Безусловно, у нас официальное трудоустройство по трудовому законодательству, у нас компания «Прозрачная», «Белая», мы заботимся о наших сотрудников, заботимся о нашем бренде, о нашем позиционировании, для нас очень важно, да, вот все моменты. Мы предлагаем социальный пакет, это ДМС, страхование жизни, у нас бесплатный эффект, у нас здесь столовая на территории фабрики, также компенсация на меди-связи, я уже отметила, что у нас здесь корпоративное обучение, то есть, обучение за границей мы предлагаем, для сотрудников отдела развития бизнеса, в том числе мы предлагаем корпоративные автомобили. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, здесь отметили мы для вас актуальные вакансы на текущий момент, в Подольске у нас сейчас не так много вакансий, да, их всего несколько, как у нас есть вакансии и в других сейчас регионах, в наших филиалах. С вакансией вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте, на плата.ру, или же, если у вас, например, вы бы хотели работать в нашей компании, или на текущий момент актуальных вакансий нет, вы можете присылать свои резюме на адрес, который указан сейчас на слайде. Это наш общий ящик, но я являюсь администратором этого ящика, поэтому я анализирую информацию, резюме, и в дальнейшем буду с вами связываться отдельно. Этот адрес также указан у нас на официальном сайте, в разделе «Вакансии» вы можете посмотреть. В целом, я думаю, что у меня, наверное, все. Буду рада ответить на ваши вопросы. Спасибо, Фарин, спасибо большое за презентацию. Да, вопросов у нас уже в чате накопилось. Я оставлю сейчас слайд, да, можно будет себе почту, да, запрещать. Так, Светлана спрашивает, если отсутствуют вышеуказанные ваши ожидания, а возраст преклонный, преклонный это сколько вы считаете преклонный, и хочется работать, тогда как быть. Смотрите, здесь с точки зрения требований, опять-таки, мы здесь указали такие основные, есть вакансии, например, в офисе, где не требуется, например, пищевое оборудование, или, например, где не требуется английского языка. Здесь нужно это все смотреть индивидуально. Опять-таки, если вы, какая-то рекомендация всем, если вы видите, например, описание вакансии, да, и вы видите перечень требований, которые вам указаны, это, эти требования для, наверное, такого идеального соответствия, да, вакансии, для идеального кандидата, но зачастую такого не бывает. Безусловно, нужно смотреть, что у вас есть, да, чего нет. В любом случае, каждый резюме рассматривается индивидуально. Поэтому здесь вы можете просто прислать нам свое резюме, мы в индивидуальном порядке это рассмотрим, будем с вами уже общаться отдельно. Спасибо большое. Нужны ли вам сотрудники с французским языком? Может быть, французский, как у вас, второй язык, как место английского? Поняла, спасибо большое за вопрос. У нас международный язык, это английский в нашей компании, в главном офисе в Бельгии, французский язык, да, бельгийцы не используют, но здесь, в России, это не является авторитетным. Вероятно, все-таки, чтобы начинать здесь и потом уносить возможность, например, на развитие внутри компании, профессиональную карьеру на развитие внутри компании, можно будет потом перейти в другую страну. У нас есть эти примеры, как-то наши российские сотрудники приехали в европейские страны, получили определенные повышения, но в любом случае, если начинать здесь в России, то приоритет – это английский язык. Скажите, а у вас есть такая программа внутри компании, когда вы берете человека, ну, допустим, с каким-то, который не дотягивает для вашего требования по уровню языка, но есть внутренние курсы, которые помогают ему нагнать? Да, безусловно, мы в том числе рассматриваем такой вариант. Конечно же, для нас, опять-таки, вы должны понимать, что, я думаю, что для большинства работодателей, в первую очередь, должны профессиональные компетенции, профессиональные знания, навыки и опыт работы, и английский язык – это как преимущество, я бы сказала. В нашей компании мы готовы рассмотреть тот вариант, что если, например, у кандидата будет соответствующий нашим ожиданиям опыт работы и уровень компетенции, ну, например, уровень языка будет низкий, но кандидат готов в течение определенного времени этот уровень повысить, мы готовы рассмотреть такую возможность, в том числе в рамках компании, у нас есть программы по обучению, у нас есть скидки на обучение английского языка, и компания поддерживает публику и компенсирует, возможно, компенсирует обучение английского языка. Так, Дина спрашивает, применяются ли в компании пенсионные планы с установленными выплатами? Смотрите, что здесь вы имеете в виду? Да, я, честно говоря, тоже не очень поняла, пока Дина уточняет, я следующий вопрос, так, а, она уточнила, из IAS 19. Честно, не могу здесь сориентировать, потому что, может быть, это больше такой кадровый вопрос, да, вот здесь, наверное, будет сложно сориентировать вас, наверное, не смогу. Если что, вы можете написать, Дина пишет МСФО. Вы можете прислать, если, как бы, вам, да, у вас есть заинтересованность, вы можете прислать также свой вопрос или вот какое-то письмо на тот электрон адрес, который у нас указан здесь был на слайде, запишите, пожалуйста, пришлите мне, и мы, я вам уже отдельно, поэтому, вы сможете обсудить все. И вот последний вопрос. Уточните, пожалуйста, планирование производства и планирование продаж в плане вакансий. Наверное, что Евгения имеет в виду? Какие вакансии есть по этим направлениям? Значит, вакансии специалистов и планирование именно производства. То есть это не планирование продаж, это планирование производства. Так, хорошо. Я смотрю, в принципе, вопросы в чате, мы на них все ответили. Полина, благодарю вас за выступление, очень интересно. Я думаю, даже многим захотелось такой вкусной компанией поработать. Спасибо большое, спасибо большое за приглашение. Также было очень интересно поучаствовать. Ольга, спасибо вам за такую возможность. Приходите к нам еще. С удовольствием. Спасибо огромное. Всего доброго, хорошего вечера. До свидания. До свидания. Следующая компания будет «Теплые полы» группа компаний. Сейчас я включу Наталью Баранову как презентера. И «Теплые полы» представляет Наталья Баранова и Юрия Хроменкова. Коллеги, добрый вечер. Сейчас я вас найду в чате. Ну и так, сейчас, секунду. Делаю. Передаю права. Спасибо. Коллеги, видно презентацию? Да, видно, все хорошо. Отлично. Позвольте представиться. Я менеджер по обучению персоналу Баранова Наталья. И со мной находится моя коллега, ведущий менеджер по подбору персонала Юлия Хроменкова. Добрый вечер. Мы вкратце расскажем о нашей компании и текущих вакансиях, которые мы, соответственно, хотели бы вам сегодня представить. Но сразу оговорюсь, что, конечно, это далеко не весь перечень. Более подробную информацию мы вам покажем по координатам, где вы сможете посмотреть и ознакомиться с более подробной информацией по вакансиям, которые требуются к нам на завод. Мы завод ССТ «Теплые полы» и группа «Теплолюкс». Сейчас, скажем так, не совсем в группе уже компания ССТ. Почему? Пусть это сохранится небольшой интригой, сейчас мы раскроем все карты. О компании. Компания у нас была основана в 91-м году. На данном, то есть практически в следующем году у нас отмечается юбилей компании, 30 лет. На данный момент компания состоит из 10 филиалов на территории Российской Федерации. Это и в Украине, и в Казахстане, и в Белоруссии, и в Германии. Ежегодный прирост компании у нас, даже в кризис мы приросли, да, несмотря на коронавирус. Порядка штат сотрудников у нас порядка 600 человек, и годовой оборот компании более 2 миллиардов рублей. Что касаемо завода, мы являемся лидером рынка. У нас есть свои разработчики, эрдицентр. Мы разрабатываем широкую линейку ассортимента кабелей для комфортной и безопасной жизни, электрические теплые полы. Также мы разрабатываем системы от протечек воды, терморегулирующую аппаратуру. И, разумеется, также мы экспортируем продукцию. Опыт работы у нас есть, и, разумеется, на международных рынках. И сертификация есть помимо российской и международная. Вот, собственно, наш секрет. Я его раскрываю. В данном году, в 2020-м, состоялась сделка группы компаний специальной системы технологий с французской компанией групп «Атлантик». По итогам этой сделки завод ССТ «Теплые полы» и группа «Теплолюкс» расширяет ассортимент продукции групп «Атлантик» на мировом рынке. Группа «Атлантик» – крупная мировая компания, является одним из крупнейших игроков глобальной индустрии в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования. Основанный в 1968 году, является лидером в области проектирования и производства обороны для кондиционирования. Штат сотрудников составляет более 8 тысяч человек. 1,8 миллиарда евро ежегодный оборот компаний, 23 предприятия по всему миру. Представленность компании более чем 70 странных на данный момент и полагание не останавливаться на этом будет компания. 4% от оборот ежегодно компания тратит на исследование и новые разработки. И на данный момент в линейке имеется 3 премиум продукта, 3 премиум бренда, представленных на мировом рынке. Миссия групп «Атлантик» является преобразовывать имеющиеся ресурсы в устойчивый уют, благодаря решению в области температурного комфорта с высоким экологическим показателем, доступным и адаптированным к потребителям каждого. Миссия завода «Состей теплые полы» – это, собственно, разумеется, создать комфортные условия для жизни людей путем предложения лучших систем обогрева, созданных в безопасных условиях и с соблюдением заботы об экологии. Ценностями компании является понимать, принимать общую цель. И помните о ней, успех компании – это и личность у каждого. Наш цель – общение, демократичность и уважение. Мы работаем в ритме компаний, и каждый сотрудник максимально старается подстроиться под него. И наш девиз – быть позитивными и дружелюбными. Бренд «Теплолюкс» – бренд, сделанный в России и известный во всем мире. Занимает лидирующие позиции по продажам «Теплых полов» и самоузнаваемый бренд на российском рынке. Но компания производит широкую линейку, начинает эконом-сегмент, а заканчиваем премиум линейки. В каждом сегменте клиент может найти продукцию, которая будет хорошего, высокого качества, но при этом и по доступным ценам. Есть решение, соответственно, для каждого сегмента. По независимой оценке «Левада Центр» бренд «Теплолюкс» спонтанно узнали из опрошенных 64% и узнаваемость бренда с подсказкой составляет 80%. Также у нас есть с 2000-х годов мы продаем на российском и на международном рынке систему от протечек воды от бренда «Нептун». Тоже уже на рынке уже более 20 лет и занимает лидирующую позицию самоузнаваемый бренд по системе от протечек. Это бренд «Нептун». Есть системы, которые адаптированы для бытового применения, коробочные решения, есть решения, которые можно уже интегрировать для предприятий. То есть под запрос клиента есть системы совершенно, так скажем, упрощенные эконом-сегменты, есть системы, как уже с максимальными возможностями, это управление дистанционно с помощью Wi-Fi. Такая же есть возможность и управление теплых полов и терморегулирующей аппаратуры. Более 50 патентов на продукты у нас имеется. Опять же, с подсказкой, более 67 пользователей и монтажников знают про систему и более 34% считают лидером рынка данный наш продукт. Также в наших направлениях бизнеса это бытовой архитектурный обогрев, это обогрев открытых площадок, дорожек, ступеней, пантусов, обогрев бытового трубопровода, кровли, водяные теплые полы, решения для влажных помещений. Ну и, соответственно, как я уже говорила, терморегулирующая аппаратура как бытового, так и промышленного назначения. Архитектурный обогрев. Здесь буквально несколько представлено объектов значимых, где установлена наша система. В зимнее время будете по ним, если гулять, обратите внимание на кровлю, на открытые площадки. Вы убедитесь, что там не скапливается снег и нет наледи на кровли. И более того, система позволяет экономить средства на замену дорожного покрытия. И, соответственно, не нужно следить за данной системой. То есть она работает фактически автоматически. И, соответственно, не требуется персонал для очистки и уборки территории. Ну и самое главное – это безопасно. Да, территория становится в данном случае безопасна в зимнее время. Вся продукция сертифицируется. Работаем мы по системе ISO 9000. Продукция, любой продукт, выпускаемый с нашего завода, проходит 100% контроль качества. Поставляется продукция, экспортируется более чем в 47 странах. Ну, это, так скажем, очень кратко в двух словах о нашей компании. Теперь давайте же рассмотрим вакансии. И я передаю слово своей коллеге Юлии. Юлия. Коллеги, добрый вечер еще раз. Что касается вакансий в нашей компании. Компания большая, она живая, как, ну, наверное, такой целостный большой организм, который имеет какие-то там свои функции, отделы, структуры, которые работают на одну общую цель. Собственно, вакансии у нас открыто много в различных направлениях. Это технический департамент, это само производство, это экономические департаменты, системы в области ОТК и так далее. То есть достаточно много интересных направлений, где бы могли, ну, скажем так, сотрудники проявить себя, свои навыки, свой какой-то профессионализм и так далее. Не только мы специалистов подбираем с опытом работы, мы готовы рассматривать, ну, скажем так, начинающих специалистов, которые только вышли из стен институтов, может быть, колледжей, ну, и также, естественно, на какие-то уже там вакансии, которые мы можем, ну, предложить в таких структурных, ну, уже более высокого класса управленческих, соответственно, конечно, с опытом работы. Сейчас у нас есть вакансии инженерные, то есть это инженеры СТП. Может быть, в производстве, это техники-испытатели, это бухгалтерские вакансии, ну, в таком случае. Следующий? Да. Что еще могу сказать? Ну, соответственно, я как менеджер по подбору персонала, обращаю внимание не только на профессиональные какие-то качества будущих там наших коллег, ну, и, естественно, на желание развиваться, развиваться в нашей сфере именно, ну, и дальше мы только приветствуем новых сотрудников. В коллеге на данных слайдах мы представляем информацию по открытых на данный момент поисков по вакансиям, да, хотелось бы отметить, что вся эта информация будет выложена на телеграм-канале, канале специалиста, учебного специалиста, да, и во всех наших каналах мы завтра опубликуем эти вакансии, и также, как обычно, вам придет раз в две недели, придет рассылка со всем обзором вакансий от наших партнеров. Да, спасибо большое, Ольга, за помощь, за подсказку. Что касается контактов для связи, вот здесь тоже у нас представлено, вы можете найти нас на HR и направить резюме, либо также на сайте joblab.ru можете обращаться и, соответственно, направлять. Также мы сейчас, если подытожить, да, какие возможности представляет наша компания, это работа в комфортном офисе, это официальная заработная плата без задержек, оформление по трудовому кодексу Российской Федерации, график работы, он может быть с половины девятого до половины шестого, либо же с девяти утра до шести вечера, это можно согласовывать с руководителем. Возможности профессионального карьерного роста. У нас есть немало примеров, когда коллеги приходили буквально со студенческой скамьи к нам и сейчас являются директорами предприятий. У нас также имеется возможность использования корпоративный транспорт. У нас курсирует от ПОБОС, от станции Мытища. Наш завод располагается в Мытищах Московской области. Также у нас проходит обучение внутрикорпоративное и внешнее. У нас дружный коллектив сложившийся. Очень хорошие у нас имеются скидки на приобретение производимой нами продукции. И, разумеется, у нас активная корпоративная жизнь. У нас много различных мероприятий проводится. И, разумеется, мы приветствуем участие наших коллег в мероприятиях, проводимых компанией. Какие же шаги требуются для того, чтобы работать в нашем дружном коллективе? Это, собственно, получить звонок рекрумента, пройти собеседование. Также, соответственно, если мы утверждаем, и нам интересна ваша кандидатура, в случае есть ряд вакансий, где требуется проверка службы безопасности. Соответственно, вы проходите эту проверку. И также, опять же, есть ряд вакансий, где требуется медицинская комиссия. Вы проходите медкомиссию. И уже в рамках плана адаптации новых сотрудников компании проходите вводное обучение. Там идет презентационная часть и экскурсия по заводу. Как еще вы можете откликнуться на вакансии? Помимо уже названных сайтов HR и JobLab, вы можете отправить на почту hrsobachka.sst.ru ваше резюме или же посмотреть на сайте, сайт 3wst.ru, раздел вкладка карьера. Там тоже у нас есть текущие вакансии, вся информация обновляется. Ну и еще хотелось бы сказать уже, что такое наша компания не только в цифрах. Работа в компании нашей – это интересный процесс. У нас проходят ежегодно корпоративы. Правда, с оговоркой «этот год у нас сам по себе не очень обычный», ввиду принятых мер по карантину. Новый год в этом году у нас под вопросом. Но так традиционно ежегодно мы отмечаем в компании Новый год, такие праздники, также тематические 23 февраля и 8 марта. И, разумеется, у нас проходят тренинги для персонала и обучение специалистов. Здесь вот представлены данные за 2019 год прошедших обучений. Прошу прощения, я указала 19-й, по факту 20-й год. Я немножко, что-то я 20-го года, да, несмотря, что ситуация у нас непростая сложилась с коронавирусом, но тем не менее мы постарались, практически просто процесс не сильно у нас пострадал, мы переводили многие обучения на онлайн. Но тем не менее, вот и внешних обучений у нас специалисты тоже порядка 96 обучений прошли за этот год. Вот. Цифры здесь указаны. Также у нас есть возможность стажировки студентов, прохождения практики у нас. И, опять же, у нас имеется тенденция, что студенты, которые себя хорошо проявили во время стажировки, могут, соответственно, приходят к нам уже работать на постоянную основу. Также мы проводим экскурсии нашим партнерам, дилерам, и, разумеется, обучение у нас как и внешнее, так и внутреннее. Ну, по графику работы мы информацию вам оповестили уже. Разумеется, есть расписание по транспорту, да, то есть всегда можно понять, когда вам можно будет курсировать, если потребуется такая, если будет такая необходимость. Ну, собственно, мы постарались довольно кратко, чтобы уложиться в регламент времени, да, вам рассказать о нашей компании. Более подробную информацию вы, соответственно, можете получить, обратившись к нам непосредственно по интересующей вас вакансии. Коллеги, какие у вас есть вопросы? Да, пожалуйста, задавайте. Если у кого-то есть желание, можно задать голосом. Был один вопрос у нас в чате от Евгения. В чем был прирост компании в сложный период? Я так понимаю, в кадрах выросли? Штат у вас вырос? Да, у нас растет штат, и более того, у нас еще больше будет расти, мы активно развиваемся, и прибыль мы опитывали в плюсе, несмотря на, ну, согласитесь, непростой год, несмотря на эти годы, прибыль, соответственно, у нас растет. Хорошо. Ну, наверное, настолько была объемная презентация, что почему-то вопросов не возникает у слушателей. Может быть, вам какое-то время дать? Я пока тогда сделаю паузу, пока вы формулируете, может быть, вопросы. И скажу, что если по тем ссылкам, которые я прислала, да, на сайте по каким-то причинам не получается зарегистрироваться, такое бывает. Вы можете мне на почту написать, я вас лично зарегистрирую, никаких проблем нет. Просто, ну, иногда бывают технические сложности, и, ну, это связано вот с работой, может быть, с сайтом. Так, ну что, я больше не вижу вопросов. Тогда благодарю вас за выступление, Наталья, Юлия, приходите к нам еще, присылайте нам вакансии свои, и переходим. Ольга, спасибо большое за представленную возможность. Спасибо, было приятно с вами пообщаться. Спасибо, что уделили время коллеге, кто присутствует в чате. Спасибо, что уделили время на, соответственно, познакомиться с вами поближе. Спасибо, всего доброго. До свидания. До свидания. Слово передаю. Компания, далее у нас Стора Энса, и Ольга, и Александр, прошу вас, презентацию я включила. Да, добрый вечер, и если меня слышно хорошо... Хорошо слышно. ...то я продолжу и приветствую все 45 человек, которые дотерпели до этого момента. Спасибо вам большое. Меня зовут Александр Гурлов, я работаю менеджером Центра развития персонала в компании Стора Энса, и со мной эту презентацию будет рассказывать Ольга Малкина, соответственно, по персоналу. Моей задачей в данном представлении является рассказать вам о компании такие фишечки, такие интересные факты, которые, например, позволяют мне и многим из моих коллег гордиться работой в нашей компании. И вы можете быть уверенными, что если вы на каком-то этапе своей карьеры придете работать в нашей компании, то ваши усилия будут направлены на улучшение экологической обстановки на всей планете. Прошу следующий слайд. Александр, камера не включена, если хотите, можете включить. А, я... Да, вас не видно. Все, у вас сейчас нужно будет. Вот, углубимся немножечко в историю компании. Компания Стора Энса, это на самом деле состоит из двух слов, Стора и Энса. Стора – это самая древняя корпорация на Земле. Дело в том, что в 1288 году была издана акция, которая позволяла компании осуществлять свою деятельность. А с правой стороны, да, с левой стороны фотография этой акции, которая находится в музее компании, а с правой стороны портрет короля шведского, который, собственно говоря, разрешил нашей компанией заниматься горнодобывающей деятельностью. В то время компания занималась добычей медной руды, и для того, чтобы добыть из руды медь, приходилось очень много сжечь костров. Ну, тогда других технологий не было. И, соответственно, вот компании, ей пришлось заниматься деревозаготовкой. В результате долгих трансформаций, изменений, прирастаний и убываний, компания в середине прошлого века отказалась от горнодобывающей деятельности и занялась только производством продукции из древесины. Сейчас красной нитью моего выступления, нашего выступления будет следующее. У нас в компании не так давно было сформулировано следующее утверждение, что вся продукция, которая сейчас производится из ископаемого сырья, а это нефть, газ, уголь и так далее, рано, но не важно. Вот. Вся продукция может быть произведена из возобновляемого сырья. Ну, в нашем случае это древесина. Дальше я вам постараюсь показать, что это правда. И более того, расскажу, что есть ролик в интернете, который сняла наша компания, и где мы наглядно показываем, что вообще можно из дерева сделать. Ролик называется «What a trick can do». Вот. Если хотите, можете найти, можете прямо сейчас найти. Вот теперь следующий слайд. Компания «Сторенса» является одним из мировых лидеров на рынке переработки древесины и давления продукции из нее. На карте точками синими показаны государства, в которых есть производство или представительство компании. Ну, видим, что это в основном Европа, но рынки по всему миру мы заняли. Если можно, дальше. И в связи с тем, что я уже сказал насчет того, что мы заботимся об экологии на планете, и мир вокруг нас меняется, соответственно, мы выделили для себя вот эти глобальные тренды, глобальные изменения, которые вокруг нас происходят, и которым мы вынуждены либо соответствовать, либо каким-то образом им противодействовать. Я сейчас немножечко остановлюсь на их, на них. Это будет недолго. Глобальное потепление – это в основном характеризуется увеличением количества углекислого газа в атмосфере. И львяную долю вот этого дела очень большое влияние оказывают предприятия, которые используют как раз в своей технологической цепочке такие вещества, как нефть, газ, уголь, о которых я говорил. Мы сейчас активно стремимся к тому, чтобы вот эти все вещества заменить. Могу сказать, что, забегая немножко вперед, что, если вы представите древесину под очень большим увеличением, то она состоит из древесных волокон, которые между собой скреплены веществом, которое называется лигнин. Вот этот лигнин, он похож немножечко на пластилин. И наши ученые, они научились расщеплять, во-первых, древесину на вот эти волокна и выделять оттуда лигнин. Ну, древесные волокна, понятно, мы их пускаем на производство бумаги, а вот лигнин, из него мы можем добывать различные химические вещества, например, углерод и многое другое. И производим на их основе такие вещи, как клей, который заменяют фенольные, очень токсичные клеи. Мы можем из этого лигнина делать асфальт. Мы уже сделали, уложили асфальт около офиса, дорожки пешеходные. Мы можем из этого лигнина делать карбон. Ну, карбон, вы знаете, это очень прочный, легкий материал. И из него впоследствии, когда технологии будут более хорошо отработаны, мы сможем производить и ветряки такие большие, которые из энергии ветра производят электрическую энергию, и самолеты, и автомобили. Далее немножечко о людях. Люди, ну, нет, нет, назад, назад, я еще не закончил про глобальные тренды. Люди, ну, население Земли растет, это как бы неоспоримый факт. Люди в основном живут в городах, рост среднего класса наблюдается, то есть люди, у которых появляется какая-то денежная масса. И в связи с этим меняется образ жизни людей. То есть нам сейчас не нужно брать этот самый каменный молоток и бежать за мамонтом, потом тащить его в свою пещеру. Сейчас мы берем телефон, набираем там номер, и нам это все дело везут. Вот. Каким образом мы отвечаем вот этим трендам? Сейчас все, что доставляется, оно требует упаковку. А мы как раз производим такую упаковку, которая сохраняет вот этот товар, который упакован в безопасности. То есть он нет, он там не портится, он там не ломается, он доезжает до покупателя таким, каким его упаковали. Вот. И более того, вот сейчас хочу остановиться на цифровизации. Это не только то, что мы по телефону там что-то заказали. В нашей упаковке есть так называемые RFID-метки. То есть вот эта метка при наведении там смартфона или какого-то сканера, она показывает, не раскрывая коробки, что там упаковано, когда оно было произведено, когда оно было упаковано. И, соответственно, мы можем сказать, свежее оно там или уже нет. Вот. И еще один момент – экологическая сознательность. Это действительно сейчас люди, в связи с тем, что у них стало больше времени, и они стали больше внимания обращать на такие вещи, как экология. Люди сейчас выбирают те продукты, которые оказывают благотворное влияние на нашу природу. Вот. Прошу дальше. Значит, бизнес-компания, он разделяется на шесть направлений. Я пойду слева направо. Вот первые два – Packaging Material и Packaging Solutions – это два подразделения, которые производят упаковку. Если первая, верхняя Packaging Material, производит такую упаковку, в которой товар прям стоит на полке или продается, соответственно, здесь упаковка имеет всю необходимую информацию на себе, то есть очень высокого качества печать, вы не увидите там ни одной размытой буквы, все прочитаете и все поймете. То вот нижняя часть – это подразделение Packaging Solutions, в котором и мы здесь в России работаем, эта транспортная упаковка, она просто не нужна, и не имеет вот такой вот прям подробной печати, но она зато обеспечивает безопасность перевозимой продукции абсолютно, то есть будь это телевизор или яйцо, неважно. Дальше, значит, биоматериалы – это вот то самое направление, где наши ученые, наши специалисты разрабатывают и развивают технологии по извлечению всяких химикатов из древесины и применению их во благо. Далее, Wood Products – это изделие из древесины, это не только доски. Вот вы видите на экране дом, это многоэтажное строительство, которое мы тоже делаем. И вот в одном из таких домов по всему миру, их несколько, расположена наша штаб-квартира. Далее, значит, два простых направления – пейпа, бумага и форрест лес, то есть бумага – это мы делаем бумагу газетная, журнальная или бумага для коробок, которые вот слева показаны. Вот бумага для коробок, она, конечно, более прочная и более дорогая. И форрест – это подразделение, которое занимается выращиванием лесов. Мы ведь не только рубим леса, мы еще их восстанавливаем. И для того, чтобы на месте спиленной березы выросла другая такая же, требуется 50 лет. Для елки это меньше. Если мы берем эвкалипты в Бразилии, там вообще несколько лет, но их все равно нужно восстанавливать. То есть этим как раз наша компания и гордится, то, что мы не наносим вред природе, мы, наоборот, ее восстанавливаем и при этом еще производим что-то. Прошу дальше. Вот это само утверждение, что все, что сегодня производится из ископаемой сырья, завтра мы будем производить из дерева. Вот вы видите здесь геликоптер, как он там называется. Это мы произвели упаковку и многоэтажное строительство. Можно дальше. Теперь, что у нас в России есть. В России у компании 4 завода. История начинается в 1998 году, когда запустили первый завод в городе Балабаново-Калужской области. Это от Москвы недалеко. Менее 100 километров, мне кажется. Второй завод, который запустила компания, это Варзамасе в Нижегородской области, 2004 год. И в 2008 году компания запустила два завода. Один из них в Балабаново, рядом с этим стоит. И на следующий слайд, когда мы перейдем, там мы увидим завод в городе Луховицы. Это Московская область. Он немножко дальше, чем первый завод, который в Балабаново, но все-таки это Московская область. Вот. И на эти заводы мы вас, собственно говоря, и приглашаем. Можно дальше? Не подходите. Работа на юге. Вот. И теперь немножечко о нашей продукции. Прямо совсем два слова. Совсем два слова о нашей продукции, о нашей клиенте. Наши клиенты – это вообще-то ведущие в своем сегменте компании, которые выпускают качественную продукцию, и которых очень сильно заботит качество упаковки, в которую они свою продукцию упаковывают. Соответственно, мы удовлетворяем их требованиям и готовы предложить им даже больше того, что они обычно ждут. Можно дальше. В городе Балабаново. Головной офис находится в городе Балабаново, Калужской области. А сейчас я прошу Ольгу рассказать про наши программы и квакансии. Да, здравствуйте всем. Добрый вечер. Приветствую всех участников данного мероприятия. Меня зовут Ольга Малкина. Я специалист по персоналу в компании «Струэнс». Отвечаю за подбор персонала. Я сегодня расскажу о видах стажировок, которые есть в нашей компании. Если говорить о стажировках, то у нас есть два вида данных направлений. Это летние работы или участие в стажерской программе «Хайп на полгода». Если говорить о программе «Хайпа», то это полугодовая стажировка, которая позволяет получить огромный, колоссальный профессиональный опыт, работая над реальными проектами компании. Сама программа стажировки может быть открыта в абсолютно разных направлениях. Это может быть и логистика, и продажа, и финансы, управление персоналом, качество производства. Все зависит от потребностей бизнеса. Каждый стажер прикрепляется к куратору и отвечает за свой персональный проект. Естественно, в конце стажировки он этот проект защищает. И по результатам стажировки, по результатам защиты проекта, у стажера есть возможность продолжить свою карьеру в компании на постоянной основе. Следующий слайд, пожалуйста. Также мы предлагаем летние работы. Это стажировки сроком от 2 до 7 недель на время летних каникул, когда студенты отдыхают. У них есть прекрасная возможность попробовать свои силы в практическом решении конкретных заданий, и есть возможность перебрести новые знания в команде профессионалов. На что мы обращаем внимание, когда смотрим кандидатов? При выборе кандидатов мы в большей степени обращаем внимание на soft skills, на не специализированные навыки кандидатов, не связанные с конкретной предметной областью, потому что если мы говорим про студентов, то практического опыта у них нет. Смотрим на такие навыки, как коммуникация, стрессоустойчивость, скорость адаптации, умение принимать решения. Следующий слайд. Мы призываем всех присоединяться к нашей команде, потому что мы предлагаем белую зарплату, работу в международной команде профессионалов. У нас есть различные возможности профессионального и карьерного роста, и в своей работе вы можете познакомиться с передовыми технологиями и современным оборудованием. Если мы вам интересны, то координаты для связи указаны на слайде, указан мой имейл, телефон, и если вы отсканируете штрих-код, который есть на слайде тоже, там зашиты все контакты, по которым можно обратиться. Что касается открытых вакансий компаний, то в основном мы размещаемся на сайте HeadHunter. Там размещены все актуальные вакансии, которые открыты, как в Балабаново, как в Луховицах, как в Арзамасе. То есть информация актуальна, она постоянно обновляется. Если вам интересно, можете зайти на хэхэ, найти сторэнс и посмотреть, какие вакансии открыты на данный момент. Я вижу вопросы в чате, могу ответить. Головной офис упаковочного бизнеса в России находится в Балабаново, Калужской области. Удаленный график работы. Вы знаете, сейчас во времена пандемии коронавируса у нас практически все офисные сотрудники работают удаленно, но вообще в основном работа ведется из офиса. Сейчас это обстоятельства, которые вынудили сотрудников перейти на удаленный режим работы. Я, в принципе, закончила, готова ответить на вопросы, если они есть. Да, у меня есть вопрос. Может быть, сейчас у слушателей тоже возникнут. Вот я анализировала нашу аудиторию, которая собралась, и достаточно много людей записалось возраста 39, то есть от 40 до 50, может быть, там 5. Вот для этих людей есть ли какие-то вакансии, есть ли какие-то работы? Ну, смотрите, да, если мы говорим, не отталкиваясь от стажировок, которые у нас предлагаются студентам, то для людей, имеющих уже какой-то профессиональный опыт, стаж работы, у нас есть вакансии, и мы здесь никак не ограничиваемся возрастом кандидатов. А какие-то направления какие-то вам специфичные для вашей области? Вы знаете, наверное, стандартные вакансии, которые открыты, наверное, в любой производственной компании, это вакансии на производстве технического плана, это механики, это наладчики, это электроники. Соответственно, если мы говорим про офисные позиции, то абсолютно разные направления деятельности, потому что у нас достаточно много отделов внутри компании, и здесь периодически открываются вакансии в отделе логистики, в финансах и в отделе продаж. То есть направления абсолютно разные. А сколько получается по времени добираться до вас для, допустим, тех, кто плюс-минус живет в Москве? Ну вот, вы знаете, кандидат недавно был из Москвы как раз, и вот он за час двадцать к нам доехал. Он ехал прямо из центра Москвы. На машине, но здесь, наверное, в большей степени все зависит от дорожных условий, потому что когда-то можно свободно добраться без пробок. Если какие-то сложности на дороге, пробки, то, наверное, времени будет больше на дорогу уходить. Какой-то, может, автобус есть, который надо... Вы знаете, из Москвы мы не возим сотрудников. Для сотрудников из ближайших городов к нашим производствам у нас есть доставка, как часть соцпакета. Хорошо, интересно. А как студенты к вам приезжают каждый день вот так вот, ну, летом, например, или на каникулах? Ну, когда у нас программа стажировок, да, вот все-таки хайпу это для уже выпускников, то есть это люди, которые могут полноценно уделить время полугодовой стажировке, погрузиться в проекты, над которыми они работают. Поэтому они также вместе со всеми сотрудниками добираются к корпоративным транспорту. Ну, если мы говорим, да, о близлежащих городах к нашим производствам. Что касается летних работ, то то же самое. Доставка есть к корпоративным транспорту, и рабочий день фиксирован, они отрабатывают, едут домой. Хорошо. Я думаю, такое интересное направление для людей, которые ценят экологию. Сейчас это очень развито. Уважаемые слушатели, есть ли вопросы, да, напишите, пожалуйста, в чат, или можно прямо голосом задать. Наверное, пока вопросов я не вижу. Ну что ж, тогда контакты мы видим на экране, да, если что, если они появятся, можно будет Ольге их задать. У меня, в принципе, как таковых вопросов нет. Я вас благодарю за участие и приглашаю к нам еще. Спасибо. Обязательно поучаствуем. Мы тоже хотели бы вас поблагодарить за возможность выступить и презентовать нашу компанию. Спасибо большое. Было очень интересно. Спасибо. Уважаемые слушатели, я вас, в свою очередь, хочу пригласить на наши Дни карьеры. Здесь есть штрих-код, где вы сможете перейти на страницу Дней карьеры и посмотреть внизу направление, по которым у нас будут в декабре. Следующие Дни карьеры. 2-го числа у нас будет День карьеры по бизнес-анализу специализированной и 16-го декабря по направлению IT. Всех приглашаю. Кто хочет развиваться, найти работу, присмотреться к этому направлению, пожалуйста, буду рада вас увидеть. Ну что ж, дорогие слушатели, спасибо вам, что пришли к нам на мероприятие. Я надеюсь, оно для вас было полезно, вы что-то для себя новое узнали. Если вопросов нет, то я останавливаю запись. Всего доброго. И приглашаю всех вас к нам в учебный центр учиться, повышать квалификацию и развиваться вместе с нами.